Традиционно филологический факультет Брестского государственного университета имени Пушкина является инициатором большого количества конкурсов и интересных мероприятий. В очередной раз здесь собрались те, кто интересуется русским словом и наукой. В стенах факультета наградили победителей конкурса арт-высказываний и заочной олимпиады. Замечательно, что в этом году мы начинаем новую традицию – пушкинские встречи на филфаке. И то, что мы подводим итог всем мероприятиям, прошедшим в этом году, тоже, на мой взгляд, прекрасно. К нам приезжает много учеников, учителей, мы не теряем связи со школами, мы их, наоборот, только развиваем. И то, что наш коллектив прирастает новыми друзьями, новыми нашими единомышленниками, мне кажется, это означает, что филфак живет, и филфак будет развиваться, жить долго-долго. Нам есть чем гордиться, потому что там, в городах и весях, работают прекрасные педагоги. Во многом наши выпускники, во многом выпускники других вузов. Но важно, что учителя-филологи гордо несут тот флаг, который называется филология, язык, литература. И есть очень много талантливых детей. В зале молодые люди разного возраста, как представители среднего школьного звена, так и выпускники. Победа в конкурсе для многих из них стала очередным подтверждением того, что с филологическими дисциплинами они будут связывать свою жизнь. Например, 11-классница Анастасия Юркович, лауреат заочной олимпиады по литературе, уже строит планы на поступление. Мне нравится участвовать в таких олимпиадах. Мне очень много помогла моя руководитель Лена Михайловна, за что ей огромное спасибо. Благодаря ей я хочу поступать именно на филфак, русская литература, русский язык. И также я являюсь ученицей группы педагогической направленности. А вот развитие актерских навыков – то, что интересует участников конкурса арт-высказываний. Например, воспитанница детского развивающего центра «Хэппи Фоксис» Анастасия Зименкова считает, что именно сценическая работа помогает в формировании личности, в развитии навыков эффективного общения. Очень долго учила само стихотворение, тренировала его, находила сценический образ. И в итоге у меня все очень хорошо получилось. Торжественное подведение итогов конкурса стало для этих ребят своеобразным подарком к наступающему Новому году. Очередная ступенька покорена. Теперь необходимо строить новые планы, чтобы целенаправленно стремиться к будущему успеху. Редактор субтитров А.Семкин